Белгородская защитная черта является важнейшей страницей в нашей истории и в истории освоения южно-русских земель и освоения степных просторов и защиты нашей территории. Белгородская черта получила свое название по Белгородскому полку, который был установлен в городе Белгород. Белгород занимался организацией охраны данной территории. На тот момент это было очень важно, потому что это был 1658 год, и западные государства, западные претенденты на Россию, они, в общем, были более опасными, и поэтому Белгород выполнял здесь две задачи. Он, с одной стороны, организовывал службу на белгородской черте, а, с другой стороны, он как раз контролировал ситуацию с поляками и с другими недругами России, на тот момент претендовавшими на ее территорию. Что касается строительства белгородской черты, то необходимо сразу сказать такую особенность. Дело в том, что очень часто бывает и в научной литературе звучит термин «белгородская засечная черта». На самом деле это не совсем точно, или, можно сказать, совсем не точно, потому что засеки, они были характерны для лесной зоны. То есть это когда деревья надрубали и заваливали их в степную сторону. И вот в такой заваленной ситуации то есть трудно было пробираться с конницей. Что касается белгородской защитной черты, мы предпочитаем так ее называть, то лесов здесь было немного, и поэтому только где-то 10% было засек, а 90% это была система самых разных сооружений. После присоединения Казанского ханства опасность и степи не уменьшилась, просто изменилась тактика нападающих на южные пределы нашего государства. Это были небольшие отряды, как правило, но, тем не менее, достаточно агрессивно настроены. Они разрушали населенные пункты, они уводили в плен наше население и, конечно же, наносили большой экономический ущерб и даже проникали вплоть до столицы. Но хотя, допустим, они не доходили, до центра не захватывали, но окраины Москвы страдали очень часто. То есть поэтому незащищенность южных границ, она, конечно же, сподвигла наше государство на то, чтобы обеспечить охрану их и обеспечить спокойствие для тех, кто проживал непосредственно на территории государства. Методика построения, вообще, самой черты, она заключалась в том, что сначала строились города. Это были города, которые служили службу, которая связана была с оповещением и предотвращением опасности, ну, на первый случай, что называется. То есть, ну, конечно же, их можно было обойти, и что нередко и случалось. Но города стремились ставить на тех местах, которые были связаны с древними путями, то есть с так называемыми шляхами, сакмами. Поэтому нужно было, прежде всего, их перекрывать и оборонять наше государство. Поэтому уже в 1635 году началось строительство города Козлова и, соответственно, там первые 28 километров валов и рвов, которые перекрыли участок так называемой Ногальской сакмы, по которой постоянно проникали кочевники. И в последующем начали строить города на участках, которые были связаны с необходимостью перекрытия ну, так называемой Кальмиусской сакмы, то есть это там города Яблонов, Короче, которые, в общем, выполняли очень важную такую стратегическую функцию и также способствовали перекрытию возможных путей проникновения кочевников. Таким образом, до 1654 года, по сути дела, почти за 20 лет, вся территория белгородской черты, она была отстроена. Причем это не просто была какая-то одна или единая линия, а это была такая эшелонированная оборона. И также были такие городки, которые служили такую службу оповестительную. То есть это, ну, в частности, вот Матырский городок на территории, ну, на современной Липецкой области, он находился в 40 километрах от самой вот этой защитной линии так называемой белгородской черты. И эта линия обновлялась, эта линия укреплялась дополнительно, неоднократно перестраивались и городки, потому что дерево имеет обыкновение гнить, ну, и потом какие-то пожары возникали, иногда специально там те же кочевники поджигали. Белгородская черта, конечно, сыграла огромную роль в истории нашего государства, хотя просуществовала где-то до конца 17 века, и далее уже в самом начале 18 века расформирован был и Белгородский полк, потому что необходимость в нем отпала. Дальше пошли присоединять степные просторы, появляется и Изюмская черта, и ряд других черт. И огромная значимость Белгородской черты заключается в том, что она способствовала присоединению абсолютно новых земель. Эти земли были черноземные, плодородные, и, конечно же, это влияло на саму экономику государства. И еще важно сказать, что Белгородская черта, она способствовала тому, чтобы объединять самые различные этносы и решать какие-то вопросы взаимодействия конфессионального характера. И в настоящее время по Белгородской черте остались населенные пункты, которые несут в себе следы вот этого влияния. То есть, в частности, в Липецкой области есть село Аксай, Аксу, Белая вода, то есть, как говорится, тюркское название, Ярлуково, бывшее Ярлыково, Ямань, Куймань. Также можно найти и мордовские следы, и много-много других свидетельств. Поэтому не случайно вот та толерантность, которая присуща в настоящее время нашему народу, она, в общем, здесь проявлялась в полной мере. Сюда, конечно же, продвигались разные слои населения. И здесь были и беглые крестьяне. Некоторых присылали сюда специально, но они с удовольствием сюда шли. Почему? Потому что они получали новый статус, статус однодворца. Что же касается продвижения людей, так скажем, имущих, то они тоже стремились вообще проникать на эти территории. Таким образом появлялся и дядя будущего первого царя династии Романовых Иван Никитич Романов. Он основал город Романов-Степи. Это сейчас недалеко от Липецка. И там на месте двух городищ он возвел две крепости. И это как раз было в самом начале 17 века. То есть еще до начала возведения белгородской черты оставалось там чуть ли не два десятка лет. Здесь на территории белгородской черты уже много сделано в плане реконструкции каких-то объектов, башен, проведения мероприятий, позволяющих понять, как жили люди здесь в то время, чем занимались, какие ремесла у них были развиты. И сейчас готовится Александр Николаевич Голотвиным сборник, посвященный специально проблеме изучения, прежде всего, археологическое изучение белгородской защитной черты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова